всем привет ну вот распустился и уже отцветает мой специозум на заднем плане огромный который а этот маленький и вы знаете я все-таки решила что я наверное оставлю себе только этот маленький цветы у него в принципе не отличаются ничем от большого ну по размеру конечно он намного меньше он точно также выпускает новые ростики замечательно себя чувствует ну и конечно его будет легче оградить от солнца он не такой огромный горшок наверное 25 на сантиметров в диаметре ну 30 максимум в общем и грозди мне кажется даже по длине и у него будут такие наверное да наверное длиннее чем даже у того огромного поэтому хочу я себе желтую форму найти вот найду себе заменю тот белый большой на желтую красивую на выставке видели да там огромный желтый специозом был вот я хочу себе желтую форму я честно говоря думала что вот этот вот миниатюрный я его когда приобретала он был нецветший и я почему-то надеялась что будет желтый но он оказался тоже такой вот белой формы беленький цветочки и очень такие узкие сипалии питалий мне хочется что-нибудь красивенького ну конечно специозом австралийский наш дендробиум нужно его иметь ну и также сейчас пик сезона цветения soft cane дендробиум soft cane у нас называется soft cane потому что у них мягкие псевдобульбы или дендробиум нобели как все их называют это у меня такие просто вот я думала где-нибудь их на заборе прикручу себе самые простые формы так вот они себе цветут растут очень неприхотливые здесь распустился мой распускается вернее мой любимый из нобели дендробиум юки дарума king у него вот такие вот крупные цветы невысокие псевдобульбы то что мне нравится очень красиво еще много бутонов красивые белоснежные цветы на заднем плане еще моя малышня серного продолжается цвести тут кто-то покушал цветочек даже не знаю кто мог сюда залететь и покушать открывается следующий как синые на переве пиндикулата ну а что я вам хочу показать это вот этого малыша я покупала фласку помните как-то я их там пересаживала высаживала даже показывала как-то что я покупала и вот такие вот цветочки открылись я носила на наше заседание брала свое увеличительное стекло всем очень понравилось цветочки конечно очень маленькие вот я вам покажу мизинчик мы да ну вы понимаете ну маленькие очень маленькие ну всем очень понравились они когда их рассматриваешь так вблизи даже бутончик еще видно ну я считаю что для первого цветения это просто прекрасно такой шедевр вообще не должны быть белые не знаю ну вот так вот распустились может быть думаю со временем они побелеют ну красивенькие произрастает в колумбии панама в общем вот такой вот малышок еще одного малыша я вам хотела бы показать это здесь кстати расцветает дендробиум аметистоглоссом но он так вот полностью весь в цветоносах меня просили кстати рассказать тоже про наши сезоны как закладываются бутоны почему наши местные дендробиумы цветут и как у нас очень все просто зимой температура просто опускается именно в этом штате именно где я живу не в штате а именно в этом месте где я живу и единственное что очень мало дождей и засуха можно сказать зимой очень-очень редкие дожди поэтому наверное перепады температур солнышко днем подниматься температура может и до 23 наверно градусов я бы сказала ну опускается до 5 под утро а так в основном лето конечно лето обычно у нас и фладой извините потопы дождей очень много поэтому ну конечно быстро все просыхает когда солнышко выходит ну иногда могут даже делить и по неделе и по две и конечно это растение страдают вот я что хотела показать еще вот этого вот малыша помните и эрицина пусила было у него два цветоноса наверное месяцев пять назад и вот он один цветоносик отсушил а второй цветочек он продлил свое цветение слушайте ну на удивление я не отрезала цветонос и вот так вот он похож на ансидиум dancing lady ну тоже очень маленькая маленький это маленький видите маленький ну конечно побольше чем предыдущий произрастает в мексике центральной америки вот так вот он растет просто на к таком вот кусочки я вот так и купила и вот так вот он и продолжает расти там внизу водичка так вот чтобы поддерживать влажность но ему нравится такой вот малыш перехожу из теплицы в теплицу я когда-то давно очень увидела этот антуриум и мне так его захотелось и вот я его себе купила наверное месяцев 7 назад и вот так вот он у меня расцвел слушайте такой красивый такой цвет вообще просто просто фантастика листья красивые такие я пересадила его по пересаживала все мои антуриумы и они себя довольно таки неплохо чувствуют но хотела вам вот показать вот такого вот красавчика мой розовый уголок как же я его люблю слушайте я уже посадила все розочки и вот заполнила все свои места и вот такая вот у меня сейчас здесь просто такой розовый рай вот это вот просто нереально пахнет обалденная просто шикарная куча куча у него лепестков открывается открывается в общем это такое вот цветущий такой вот райский уголочек у меня здесь немножечко отвлеклась от темы ну как можно это не любить шикарно так вот я Как я рада, что они к нам начали прилетать. Это king parrot, королевский попугай. Мы очень-очень рады. Они кушают семена, просто семена, семечки специальные для диких птиц. И вот так вот они даже луи бегает внизу, и он уже не боится. Смотрит на него просто. В этой теплице расцвел мой. Все еще в принципе расцветает, еще не полностью расцвел. Цимбидиум. Красивый. Он, конечно, очень огромный. Такая вот большая, сантиметров 50, наверное, у него емкость. Я его так и не пересаживала. Так он и растет от предыдущих хозяев. И такие вот красивые, спадающие цветоносы. Это цимбидиум лавианум. Ну, а что я вам хотела показать? Я вам хотела показать вот эту красоту. Это красотка, конечно. Очень люблю эту котлею. Котлея масяй. Вариация цирулия. Еще не все у него открылись цветочки, поэтому я его пока что держу здесь. Еще два бутончика на заднем плане. Пусть полностью откроется. Потом я уже принесу к себе туда и буду любоваться. Эти такие шелковые лепестки просто. Это губа. Это все. Можно там утонуть. Красивый такой изгиб губы, как мне нравится. Но, слушайте, что интересного. Смотрите, один цветок, как открылся. У него всего три лепестка. Вот такой вот парус. Парус одинокий, да? Видите, это... Они как-то... Они срослись, наверное. Он там прям чувствуется, как будто сросшийся. Ну да, что-то пошло не так. И вот такой вот он получился у меня. Надеюсь, ничего. Растение выглядит очень здоровым. Ничего серьезного с ним не происходит. Но цвет прямо вот точь-в-точь передает. Обалденная. Произрастает эта красавица в Венесуэле. Не очень крупная котлея. Не очень высокие такие псевдобульбы. Шикарная просто. Аромат у нее есть и очень-очень приятный. Вот такая вот красотка. Расцвела всего, правда, на две свечки. Два таких вот соцветия красивых. Очень мне хотелось всегда эту орхидею. Она у меня с прошлого года. Название сразу покажу. Кто не знает. Арпапхолум гигантеум. Мексика, Куста-Рика, Венесуэла. 800-1500 метров над уровнем моря. И желательно ее выращивать как котлеи. То есть ей тоже нужно много света. И тогда эти соцветия могут достигать высоту 40 сантиметров. Красивые такие маленькие эти цветочки. Губка вверх. Если, конечно, их рассматривать так вот вблизи, это такое какое-то вот удивительное, конечно, создание природы. Они уже, кстати, неделю, наверное, точно как распустились. Очень такие вот плотные, плотные на ощупь соцветия. И вот так вот они расположены. Прям как свечки красивые. Запаха я у них не слышу. Листья очень плотные, такие, знаете, как вот у плотных цимбидиумов. И довольно-таки размашистое, большое такое растение. Ему нужно место. Ну, когда расцветает это, это очень здорово. Начинают растить тоже новые ростики. Нужно сейчас его удобрять хорошо. Тут вот, кстати, новые ростики, да. А новые ростики уже она и растила. И вот сейчас еще растит новый ростик. Ну, да. Я помню, что когда начинала она растить свои цветоносы, тогда растила новые росты. И вот я смотрю. Один, два, три новые росты. И потом она начинает постепенно в зиму выдавать. Ну, у нас в зиму. И вот сейчас весна расцветает. Ну, сейчас у меня такое буйство небольшое такое фаленопсисов, которых у меня, в принципе, никогда так вот, чтобы цвели. Это black leopard, черный leopard. Ну, красивые крапушки. Первое цветение вот этого я когда-то покупала, этого малыша. И вот так вот он себе фуллер. Ну, знатоки фаленопсисов у нас в основном все. Поэтому девочки знают. Единственное, что вот этот вот мне так нравится. Такой длинный цветонос. Будет очень красиво, когда вырастет. Здесь интермедия. Разновидности интермедий открылась. Интермедия, вариация сыролия. Всего один цветочек. Я все обновляла, поотрезала. И сейчас, конечно, они все восстанавливаются. Вот она тут растит. Вот еще один новый ростик. Ну, пока что один. Ну, они очень вкусно пахнут. Я люблю интермедии. Здесь еще одна. Открывается только вот второй цветочек. Это первый раз для меня расцветает эта интермедия. Она такая нежно-розового цвета. Для меня, честно говоря, очень удивительно. Это у меня была интермедия Акуини. Ну, она мне как-то не нравилась, не знаю. А это я купила интермедия Акуини на Blue Rhapsody 4N. И вот такие вот интересные цветочки. Прямо цвет правильно-правильно передает. Миниатюрная. Ну, по сравнению с другими, она миниатюрная. Она вот не цвела. И вот сейчас вот у меня зацвела. Я ее приобретала, наверное, два года назад точно. И вот так вот она распустилась. Красивенькая. Ну, а здесь меня радует. Сказать, что радует, наверное, ничего не сказать. Очень-очень. Я счастлива, что у меня есть мини-марк, и он распустился. Какой же он милашка. Всегда смотрела на ютубе, и всегда мне он очень-очень нравился. Ну, вот так вот и у меня сейчас есть. У меня, кстати, еще один открылся. Тоже мини-марк, но он... Я давным-давно покупала фласку. И было у меня два растения. Ну, вот так вот. Они как-то из фласки. Вообще они капризные, я знаю, да. Ну, вот поэтому я и второй купила. Я не надеялась, что этот выживет. Но он, кстати... Всего только, видите, один листочек. Но он тоже расцвел. Ну, а здесь, конечно, малышок-королевич такой. Очень-очень красивый. Ну, а здесь моя удочка еще цветет. Как она долго наращивает свой цветонос, так она и долго цветет, конечно. Цветочки понемножечку некоторые уже увядают. Но долго-долго. Очень здорово. Дендробиум деликатум тоже уже все бедненький. На заднем плане мои две любимые котлейки тоже долго держатся. Ну, а здесь распускается. Покажу так, а потом уже вернусь, покажу полностью его открытие. Конечно, он их долго наращивает, эти цветочки. Но, если кто помнит, мне очень хотелось клавесию и вот эту вот клавесию Грейс Ган, которую я приобретала не очень давно. Ну, в начале нашей зимы, наверное, ну, вот так вот он у меня рос-рос и выдал три цветоноса. Я очень рада, цветочки очень милые и такие довольно-таки длинные цветоносы. Там вот второй начинает открываться. Она их долго тоже растит и долго очень открывает. Очень приятный тоже такой нежный. Какими-то специями. Как я люблю увеличивать цветочки, рассматривать их. Какие они классные. Здесь, кстати, знаете что? Я купила новую Денис и Ниану и продала свою старую, потому что мне хотелось всегда более желтую форму. И вот здесь более желтая форма. Я уже купила ее в цветущем состоянии. Вот так вот она в таком горшочке растет. Ну, запах, я вам хочу сказать, обалденный. Моя тоже наращивала цветонос. Но я ее так вот с цветоносом и отдала, потому что понемножечку расчищаю свою коллекцию тоже. Хочется оставлять что-то только такое более стоящее, более то, что я реально люблю и наслаждаюсь цветением. Время цветения интермедий, как вы поняли. И гибридов их тоже. И это один из таких. Это гибрид интермедий на котлею на белиор. Первый раз она у меня цветет в моем уходе. Я ее покупала, наверное, в том году в таком вот состоянии. Я ее не пересаживала, так и оставила. И у меня такое впечатление, что она не цвела. А тут вот есть какие-то вот такие вот зачатки, но мне кажется, что она не цвела у предыдущего хозяина, поэтому он ее, наверное, и продал. Название вот такое Brazilian Star Soft Rock я попыталась вытащить. Невозможно. Она там приросла корнями. Мне ее тоже хотелось когда-то. Но я когда загуглила, там есть, кстати, очень такие разновидности можно получить. Ну, потому что, наверное, и интермедиу разную можно скрестить, и на белиор разный. Ну, вот мне кажется, что здесь вот именно поучаствовала вот эта вот Акуини, потому что видно, что здесь вот такие вот разводики. Ну, вот, наверное, буквально пару дней назад она только начала открываться, и запаха я пока что у нее не слышу. Вот такая губа такая от котлей на белиор. Ну, и, конечно, крупненькая она в размере, наверное, сантиметров 10. Цветы, если вот так вот петалий раскрыть, красивые. Я единственное, что я сейчас просверливала везде дырки тоже в моих котлеях, потому что мне кажется, что не очень корневая система дышит. И мне кажется, что им понравилось. Поэтому, ну, вот так вот мы что-то всегда экспериментируем, что-то пробуем. Ну, вот и я не отстаю. В общем, вот такая вот красотень пока что не пахнет ничем. Ну, на этой нотке, наверное, я уже наболтала, буду прощаться. Всем пока-пока. Пышного цветения ваших орхидей.